Музыка 16-й год начало строительства объектов универсиадской деревни. Будем строить новые общежития, много на двух площадках сразу, медицинский центр и центр питания для участников универсиады. Мы начинаем, буквально, думаю, через месяц начнем работы уже в больнице скорой помощи. Там будет новый медицинский корпус, новый большой лечебный корпус. В общем, по объему, думаю, что 16-й год будет побольше, чем 15-й. Есть еще и детские сады у нас в запасе, и школы новые. Поэтому большой объем строительства, большая дорога начнется от 4-го моста в центр города. В общем, строителям будет где развернуться. И здесь у меня уже больше задач обеспечить сбалансированность, чтобы мощности хватило строительства. Мы даже в условиях торгов сейчас, вероятно, все будем ставить условия, что работа обязательно без выходных, круглосуточная, ночами, потому что времени у нас немного, и мы будем очень активно, энергично работать на всех основных объектах. Ну и большой объем для строительного комплекса даст экономика, то есть будет продолжаться строительство производственных объектов. В 2016-й год самый большой по объему финансирования, самый большой по вводу жилья, самый большой по количеству переселяемых. И самое сложное для нас в том, что город Краснояр свою программу закончил. И нам нужно будет 92 тысячи жилья построить, там, по-моему, 4,5 тысячи населения переселить, и это по 16 муниципальных образованиям. Ну, у нас сомнений нет, потому что в городе Ачинске ситуация идет по графику, в городе Камске идет нормально, в Лисосибирске с обережением, есть несколько болевых точек, мы их контролируем, надеемся на то, что нам удастся ситуации и там совладать, и выполнить все программные вещи 2016 года. И в 17-м году до сентября весь указ президента выполнил. Больше вы сегодня услышали, что Виктор Александрович сказал, что городу Красноярску в связи с тем, что будет универсиада, раз, и второе, что он достройство выполнил, обязательства будут дополнительно из федерального бюджета выделены средства еще на слов 65-ти релых домов. Мы и к этому тоже будем готовы. То есть это система отопления, то есть инновационные автоматические угольные котельные, которые позволяют работать от нескольких дней до нескольких месяцев без участия человека. То есть полностью на автоматике, и при этом это самый экономический вид отопления в нашем регионе на сегодняшний день. Во-первых, то есть это самое, ну, самое как бы плюс, это то, что они более экологичные, непосредственно ученики и работают без участия человека. За счет полной автоматизации непосредственно, то есть происходит полное сжигание угля, то есть топлива, и поэтому из трубы нет черного дыма, запаха, то есть снег вокруг вашего дома всегда остается белый, то есть, ну, и все-таки это, ну, опять же повторюсь, это экономическая составляющая, то есть отопление – это самое дешевое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок